Пока Владивосток готовится к проведению очередного восточного экономического форума, соседний Китай нас опередил и уже принял у себя подобное мероприятие. Форум сотрудничества стран Северо-Восточной Азии существует с 2005 года. Мероприятие в этом году проходило в городе Чанчунь провинции Цзилинь, которая по праву считается одним из самых быстро развивающихся регионов Китая. Главная тема форума – экономическое и торговое сотрудничество между странами Северо-Восточной Азии. Это доказывают различные инновационные выставки на прилегающих гигантских территориях. Специально построенные павильоны приняли разработчиков, ученых, экономистов и других профессионалов своего дела. Будущее за технологиями – именно так считала подавляющая часть участников выставки. Здесь и уникальные способности системы 5G, и роботы, делающие медицинские операции, и одно из первых в мире воздушных такси. Голограмма и виртуальная реальность – автопилоты. Что-то можно приобрести, во что-то вложиться. Однако все это не столько для обычного пользования, сколько для революционных решений в сфере бизнеса, торговли, общества и даже спорта. Например, часть таких инноваций будет активно задействована уже на предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине. Проект скоростных поездов уже на ходу в половине Китая, а те же автопилотируемые машины уже активно используются на заводах провинции Цзилинь. В целом, эта ярмарка становится сегодня действенной базой инвестиционного сотрудничества между Китаем, странами Северо-Востока Азии и всем остальным миром. Здесь можно не только найти коммерческих партнеров, но и узнать из первых уст о технологиях и товарах будущего. Максим Яковлев, Новости на Восьмом.